здравствуйте мои дорогие зрители я сейчас на улице правда ветер может быть плохо слышно будет нахожусь в ольгинском храме он смотрите со стороны даже вот видно вот черные кресты я там в начале небольшие эти самые врезки сделала почернили особенно там вот маленький есть храм на территории там вообще такой чернючий крест вот я вам говорила о том что почернили кресты это еще месяц назад было это веденском храме почернили вот этой в этой церкви вольгинской почернили нехорошее признаменование всем с крещением всех вас как водосвятия ну короче крещение 19 числа в этот день меняет вода свою структуру я тоже себе набрала немножко водички пришла в церковь обычно много людей приходят сейчас видите у нас все переменилось все переписали короче вообще дурдом но тем не менее понимаете люди приходят там такие баки в этих баках вода освещенная но подходит наливают не уходит я же груб на обычную там вообще такая толпа целый день шла с нашими изменениями видите что творится вот и я вам скажу так никто не изменит дату когда это самое меняет вода свою структуру никто найти указы ничего не делается так что такие дела кстати сегодня там река ордан река ордан она тоже в этот день меняет несколько там минут по моему и вода идет вспять так что посмотрите наберите в интернете там тоже происходит такое действие со стороны израиль с одной стороны с другой и ордани и вот на этом перешейке где крестился христос вот такие происходят чудеса то есть просто так эти чудесами не сделаешь там происходит молебен а потом вода идет на какой-то период вспять тоже чудеса есть чудеса там не кто-то писал что это за некрономика выходите там к мощам я вам скажу так свое мнение я иду к мощам из-за того что эти люди молились и там энергетика другая этим очень не портится они мироточат то есть если поднять любой труп который мы закопали там будет труп вонючий непонятно что а у святых так как они постоянно посте были и мои молились у них нет этого не и вот смотрите мы идем на место силы помолиться мы идем в церковь потому что почему там место сил в церкви потому что там молебен да я понимаю сейчас структуру перестраивается вероисповедание тоже будет меняться потому что скажем так мир он изменчив всегда изменчив я вам скажу так значит я как-то читала к нему забыла какой святой он потом на валааме прятался в санкт-петербурге он такой был он святой с это не современности вот именно когда православие там появилась он еще вот тех времен славянских когда там богородицу называли малакошь они матерь марии то то есть с тех времен еще а у них в питере по моему стоит храм ему забыла честно говорю найти начала видео записывать всегда знаю у меня даже книга про него есть вот вылетает иногда из головы и все вот и он на него были гонения потому что менялась природа земная менялись энергии и нужно было он типа как волк не святой была в те времена вот этих святых называли волк волк а вот и так как от него тоже исходила энергия он людям помогал исцелял у некроштарский забыла как то по-другому называется но я там в описании напишу приду сейчас домой посмотрю но на него были гонения чего он уехал на этот валаам и туда пришли гонения новая во сне явилась предыстория найти во сне явилась она божья матерь и сказала так как время времена на земле наступают другие подразделение вера религии вот и поэтому ну по-другому как на несколько там столетий да то надо менять менять веру и сказала ему что он должен внести что теперь не макошь а теперь дева мари и там ну то есть сказал как примерно изменить беа вера православную то то как вы не православный блата славянская как я забыл как они как нам нужно короче славянская и потом надо перейти вот в это православие чтобы назвать православием и все вот с его как бы то что после этого явления он раньше боролся а потом потихонечку начал людей приучать к тому что да нужно отменяться время пришло другое вот сейчас вот этот период то что он нам это православие заведовал то сейчас она меняется вот ну я не знаю захватит наш возраст или нет но в любом случае все религия они как-то перейдут но не в едины не в едины ну короче она будет другая вот просто вот эти вот все мощи от эти все святые они были на какой-то период времени это не значит что они не станут святыми нет от них идет энергетика на вот и энергетику вот кто не пишет это некрономика и там и тому подобное это люди просто не чувствует энергетику а я это энергетики чувствую я туда прихожу вот даже в дальние пещеры вы просто зайдите туда да там нельзя снимать сейчас пока нельзя вообще туда заходить я просто тайна телефон короче за это сама включила и там такие шарики шарики летают духе духе летают ты просто это чувствуешь вот вот чувствуешь вот рядом с тобой кто-то находится кто-то тебя там смотрит на тебя это просто надо вот чувствительность такой иметь и тогда вы не будете говорить что это некрономика там эти кости какие-то и тому подобное вы лучше пока есть время вот вот у нас сейчас такое время просите у тех мощей исцеления там они помогают вот я уже тысячи раз вам говорил о том что вот я ходила говорю и спиридону ходила мне помог помогут квартиру продать и новую купить вот ну кто там говорит что я типа на новую квартиру приехал нет это у меня квартира была после родителей а вот мы ее купили сыну своему купил родители умерли я там продала все сначала папа умер потом мама вот по продавала все он и купила здесь да потом как-то мне тот район сама вот эта схидный брам она мне не понравилась мы решили просто поближе к нам но получилось так ну что-то так решили спонтанно и побольше площадь ну это вот такое как бы я не для себя как бы для сына так что никаких там мне сумасшедших денег нет это я же говорю это наследственно у каждого есть родители у каждого есть что-то от родителей наследование и одна была у родителей поэтому у меня вот наследование все ко мне перешло ни с кем ничего не делилось родители не были прям бедными было достаточно чтобы было продать чтобы купить киеве квартир понимаете кому то есть то на что учился где работа то и заработал как говорится вот так что думаете что там я просто это самое богата нет не богатая ремонт сейчас делаем просто за зарплату делаем влупили в квартиру а ремонт будем год полтора два сколько там делать вот главное что просто жилье купили да и все там все потихонечку за зарплату сделаем вот не обязательно бежать лететь все это делать квадратные метры главное есть вот то есть вот вы проходите и просите я жгур я в лавру сколько раз ходила тоже был семейный кризис тоже мне помогла богородица там есть храм такой дальних пещерах это же через три месяца у меня произошло в семье все наладилось понимаете вот потом много чем я в я просила и вот она исполнялась ну вот единственное что два три месяца если правильно попросите до 23 месяца но и исполняется если бы этого не происходило я бы вам не говорила я вас ни к чему не призывает ваш личный выбор пойдете вы не пойдете но я вам говорю то что мне помогает я говорю вот даже не не лавры я просто пошла к спиридону дуду бортнический монастырь вот там куча всяких мощей было в этих такие маленькие раки да какой коробочки скажем да тура не понимаешь такую рака коробочки там эти вот разные вот мощи попросила даже вот так просто сбылось и кстати у меня подружка она в другом городе она тоже ездила короче не этом проблема была с мамой короче проблема была она хотела купить жилье и что-то не там не получалось ну а как бы сепарироваться от мамы человек взрослый уже все и замужем тяжело жить с родителями было и она хотела купить жилье но она в тот момент она несколько раз была в греции а тут как-то знаете вот бог ее так повел что она попала на этот остров где именно вот стоит вот храм вот этого спиридона и как раз тот момент вытаскивали там же у спиридона есть такое поверье что раз в год открывает эту раку и снимают эти тапочки они за год у него все истоптанные вот никто с течения года не открывает а тут получается считается что его душа вот ходит и как бы нам знамение о том что он всем помогает обращайтесь и помогать и она тот момент как раз была в этот день и взяла кусочек этих с тапочек разрезают и всем как бы раздают она как раз на экскурсии было все всем раздали она взяла этот кусочек помолилась заказала тоже за квартиру попросила в течение полугода на нее полугода потому что она жила в одном городе я хотела купить ну в другом она жила маленьком а хотела в областной там город переехать но немножко там свои языковыки как говорится есть все все в течение полугода она вот его купила и притом вот у нее вы знаете получилось так что уже и тети денег дала свои были деньги потом тети немножко хотя тети никому никогда ее не давала а тут тети дала и деньги вот и тут у нее украшение еще свои были ангарс наташа горт пошла год сдала говорит свои там эти сережки колечки всякие которые вот я любила покупать вот и как раз купила год тютелька в тютельку хватило на квартиру вот понимаете то есть все на все на действовать все на помогает вот пока это действует вот когда она не будет действовать тогда да вот но время меняется другие энергии у нас приходит тогда будет что-то другое каким-то другим там будем обращаться за помощью вот но все равно места силы они никуда не уйдут они в древности были места силы туда люди приходили молились просили так и это будет может быть не церковь назовут а как-то по-другому вот но все равно люди будут приходить нас равно будут просить обращаться потому что там постоянно молебен идет вот и все поэтому как больше слышно освещается небеса открываются вот так что пришла я сегодня 19 числа я в больницу ходила приболела немножко это тоже проблемы дома были поэтому в эфир не выходила попростовали все вообще кто вирус ходит вот сегодня пришла и заодно действует возле поликлинику ульгинская церковь и посмотрела куда кресты черные на маленькой церкви вообще чернючая но я поставлю фрагмент там увидите набрала себе водички вот иду домой чтобы там кто не говорил но именно в этот день и это учеными зафиксировано и всем вода меняет свою структуру вибрация поднимается воды дальше идите набирайте кто еще не успел вот всех удачи люблю целую долго не могу говорить букашли берусь на какой-то даша всех люблю целую всем пока святая водичка святая водичка капец ребят смотрите чернючий крест черный вообще тоже и то же самое